Так, у нас сегодня с вами знакомствовалась очень интересная писательница Муни Витчер. Почему интересная? У нее несколько цепок книг. И книги про Джену, к примеру, это книги, ну, можно их приравнять по истории самой к Гарри Поттеру, наверное, только это совершенно другой вид школы, совершенно другой мир. То есть тут очень своеобразная школа получается, магическая, да, и очень интересные у нее фантазии. Ну, я думаю, что кто-то, наверное, ее, они уже слышал по книгам, по цепку книг про Нину. Давайте немножечко я сначала про автора расскажу. Это автор из Италии. Настоящий у нее имя Роберто Ринца. А Муни Витчер, да, это лунная Муни, да, и Витчер Ацлович, да, магичка, волшебница. Лунная волшебница, в общем, получается, никнейм, да, у нее. Родилась она в Венеции. Венеция – это очень красивый город, да, вы знаете, что там все на воде. Старинный итальянский город красивый. И там же она и живет, и училась она тоже там. Училась она на философском факультете. Кстати, что очень хорошо заметно по ее книгам. То есть с книгами. Там немножечко еще книгам, я бы сказала, не повезло с переводчиком. То есть по какие вещи я бы вот, ну, из таких терминов, которые там появляются, я бы их перевела попроще. Было бы, наверное, читать интереснее. Это как бы не только мое мнение. Многие так считают. Ну, вот, к сожалению, пока кто ходит на курсы перевода, у меня как дел, да, вы знаете, что от перевода зависит очень много. Вот. Училась она также еще в МГУ, тоже по философии. Ну, пошла писать детские книги. Значит, в 2000-х годах она начала писать. Первая книга у нее была «Нина, девочка, шестой луны». Кстати, цикл очень интересный. Тоже можете почитать. Вот. Там он попроще даже будет. Вот. И позднее стали, она начала писать еще несколько циклов. Герои одного из циклов – это мальчик Джена, итальянский мальчик. Потом еще цикл «Девочка морга» и «Кот фантазио». Вот «Кот фантазио» я пока не нашла в переводе текстами. Вот. Мне очень интересно именно про «Кот фантазио» было бы посмотреть. Значит, книги о Джену. «Джена и черная печать» Мадам Крикен. Это первая книга «Джена и белая руна золотого сокола» вторая. «Джена и красное зеркало истины» третья. Три книги в цикле. Сразу готовьтесь к тому, что первая книга никаких вопросов не решает. То есть мы попадаем в эту магическую школу. Мы там осваиваемся, да, узнаем, кто есть кто примерно. Появляются все герои. И дальше надо читать все три книги, чтобы дойти до конца и понять, что к чему. То есть все линии, они закрываются только в третьей книге. Вот. Чтоб не разочаровывался никто. Как это так, первая книга. Если в «Гарри Поттере», допустим, каждая книга – это какое-то отдельное событие еще происходит. Да, и заканчивается. Тут нет. Тут будем. Все открыто буквально остается. И надо читать вторую, третью. Значит, у нас главный герой – Джена Астарвенти. Зовут мальчика. Ему 11 лет. Сколько там «Гарри Поттера» было, когда он в школу попал? 11. Ну вот, видите, магический возраст, да. Он учится в школе. В данный момент, вот когда с ним начинаются все эти магические приключения, он учится в школе. С друзьями у него плохо, но это не его вина. Дело в том, что у него несколько странной семьи, поэтому его сторонятся дети. И его, и, в общем-то, аптека, которая осталась от его родителей, тоже таинственный дом, который все обходят стороной. Дело в том, что у него каким-то непонятным образом, непонятно куда, исчезли родители, когда он еще был маленьким. И он живет с дядей. Дядя прекрасный, в отличие от гарри-путтеровских родственников. А у Джена дядя очень хороший, он врач, он очень добрый. Вот, и единственное, что Джена расстраивает, это то, что он не знает, какие его родители. Дядя тоже не может ему объяснить толком, что произошло. И вот в определенный момент начинаются происшествия, которые загадочные сначала просто, да. Потом Джена понимает, что это непосредственно связано с его родителями, их исчезновением. Характеристика мальчика. Когда он поступает в эту школу, его уровень обучения антэй. То есть антэй, это сразу объясняет до слова. Это можно сказать младшекурсники. То есть те, кто учится на младших русах, то есть первый, второй, третий учения, это антэй. Он пока у нас на первую фамилию Астерветти. Бывает, что в миле из двух слов, да. Возраст, а власти телекинез. Давайте, а что такое телекинез, кто как представляет. У нас есть способность телекинез, что мы можем делать. Никто не представляет телекинез, да? Может, это фантазировать или нет? Нет. Давайте так, давайте разберем слово просто по частям. Теле – это расстояние. Телевизор, например, видим. Телевизор, слышим на расстоянии. А кинез, кинетик, то есть предметы на расстоянии. Взглядом, силой мысли перемещаем, перемещаем предметы. О, 21 декабря, время 19.33. Вот прям до такой точности. Это, кстати, люди, которые его встретили. Все приключения Дженна начинаются с того, что появляется в их городке, в заброшенном доме. Вдруг в заброшенный дом, в среди ночи почему-то приезжает некая таинственная дама. Эту даму в дальнейшем выясняется, что ее зовут мадам Крикен. Настоящее имя – Марго Астервенти. Обратили внимание, да? Одинаково с Дженна фамилия Астервенти. Сапиенса Арксаментиса. Значит, все три слова – сапиенса Арксаментиса – все это пока он ни о чем не говорит. Значит, сапиенса я бы перевела лучше как мудрец, мудрый. Это верхняя ступень обучения в этой магической школе. То есть это уже не просто учителя, а те, кто высшие учителя. Это сапиенсы. А Арксаментис – это название того здания, ну так же, как Хогвартс, того здания, где обучаются. А Арксаментис можно перевести как крепость разума. Если на русский переводить – крепость разума. То есть тут очень много названий и слов идут из итальянского или латыни. Итальянский язык и латынь, они очень близкие у нас. А мадам Крикин – специалист по метафизической кухне. Ну, чтобы дети росли умными в этой школе, их кормят не простыми блюдами, а блюдами философскими, метафизическими. Там очень интересное название блюд. Я вам покажу, как это выглядит и как оно на вкус. Понятия не имею. То есть это магическое. Я все сравниваю немножечко с Гарри Поттером, потому что там тоже магическая школа. Если у Гарри Поттера там совершенно обычное блюдо почему-то, в волшебной школе, то здесь все сложно. Значит, она была в курсе и участвовала в похищении родителей Джена. Но тогда она думала, что они представляют опасность для их мира. А дело в том, что они открыли некое вещество, некое… Ну, они были фармацевтами. А фармацевты – это у нас кто? Чем занимаются фармацевты? Фармацевт делает лекарства, да? Продает лекарства, изучает лекарства, делает лекарства. Они занимались созданием лекарств и разработали лекарство, которое усиливает мысли человека, делает человека сверхумным. И все, кто находился вот в этой крепости разума Арксментис, решили, что это будет опасно для них. Это будет комбуренция. И они, значит, похищают родителей Джена. Но родители Джены не отдают рецепт этого лекарства. То есть они куда-то пропадают, их куда-то увозят. Но рецепт остается где-то в другом месте, так и не находят где. Ее мадам Крикен сначала считает, что они действительно опасны. Потом разбирается немного в всей ситуации и понимает, что нет. Не опасны и что нужно их спасать. И она вот появляется с Дженом, встречается и уговаривает Джена поступить в эту школу и разобраться с похищением родителей. Она сама разобраться, видимо, одна не может. В общем, там очень интересно какая-то такая ситуация. У нас есть злодей, главный злодей, пока руководит этой крепостью, разума этой школы. Неожиданно, да? Под Гарри Поттеру у нас такого не было. А тут такая школа, которая руководит самой главной злодей у нас. И внутри школы начинается вот это сопротивление готовиться. Вот. Видите, немножко слова сложные. Ну вот, по мнению некоторых людей, Аркс Мендес выглядит примерно вот так. Ну, мы не знаем. Иллюстраций к книге крайне мало. Значит, история нашей магии в этой книге. В 1555 году, в 16 веке, первые мудрецы разных стран мира, сапиенсы, создают в некой секретной долине мыслей крепость разума Аркс Мендес. Это место, где учатся эти мудрецы и совершенствуют свои способности в магии психики. То есть не просто магия, а какая-то такая магия с философией вместе. Значит, там существуют свои правила. Эти правила называются ВКАМ. Ну, вводный В кодекс К Аркса Мендеса. Они все время это кратко пишут, ВКАМ. И его должны слушать все. Антеи, то есть ученики первых курсов, псиофы, ученики старших курсов и сапиенсы, преподаватели и высшие мудрецы. Вот. Главный злодей, кстати, это вот это. Ятофон Сантер. Такой товарищ. Самое интересное, знаете, что в этой школе, значит, преподавание идет на итальянском языке. Причем это отмечается особо и пишется, что это было очень хорошо, очень удачно. То есть языком разобрались сразу. Школа, как Хогвартс, да, там есть свои этажи, кабинеты и так далее, да. Аркс Мендес тоже имеет свой план. Как он выглядит, значит, первый этаж. Сейчас будем с вами слов набирать много, да. Аудитория – это место, где проводят лекции. Возвышенная пища. Пища должна быть не просто, да, пищей. Она должна быть способствующей мыслям. Метафизическая кухня, то есть философская кухня, на которой готовятся вот эти особые блюда. Контрафизика. Надо полагать, что есть физика, а есть противоположная ей наука, контрафизика, да. И лжендафия. Лжендафия – это наука определять, кто говорит правду, кто нет. Клиника неопределенности. Изолятор Аркса Мендес и целительство. Ну, это как бы лечение, да, формат, ну, также лекарства, лечения и так далее. Второй этаж. Аудитория гипноза. Что такое гипноз? Это заставляет человека то, что ты, ну, гипнотизировать человека, и тогда он может сделать что угодно. Делает то, что ты хочешь, да, или верит в то, что ты его убедил поверить, да. То есть заставить человека во что-то поверить или что-то сделать помимо его воли, да, да, гипноз. Ветроведение, скорее всего, это наука о ветре. Предвидение – это предсказание будущего, да. Белая магия. Белая магия, не будем даже влезать, да. Просто есть черная магия, есть белая магия, да. То есть белая магия – это добрая магия, как бы считается. Аудитория тонкой мысли. Телекинез, мы говорили с вами, да, передвижение предметов на расстоянии. Телемпия. Это, наверное, ближе к телепатии будет, то есть чтение мыслей. И призраки. Умение управлять призраками, да. Еще вот интереснее, да. И третий этаж. Аудитория забвения – это там, где учатся медитировать. Аудитория нимба – там, где учат толковать сны и видеть вещи сны, какие-то предсказательные. Вот. Фазы и умение управлять фазами сна во сне, да. Есть легкий сон, есть глубокий сон. Можно управлять тем, куда ты попадаешь во сне, да. Есть такая, как бы, ну, считается, что есть такая наука даже в реальной жизни. Но не знаю, пока не доказано. Это йога. Йога, да. Йога к этому подходит. Подходит буддизм, да. К этому тоже подходит. У них есть такие практики, да, тренировки. И аудитория легкости. Лимитация. Вот девочку, в частности, лимитирует. То есть преодоление силы тяжести, полеты. Биоэнергия. Биоэнергетика. Часть этих наук, она существует действительно в настоящей жизни, да. Вопрос, до какой степени ее можно прокачать, да, как говорят. И четвертый этаж. Материализация мыслей, да. Билокация. Частичная, полная. То есть обнаружить. А, билокация – это когда ты учишься сразу одновременно находиться в двух местах. Ну, по-моему, в Хогварте только маховик времени мог вот к этому, да, варианту подойти ближе. Вот. Здесь вот такая вот еще есть вещь. Значит, и что же такое черная печать у нас? Черная печать на самом деле никакая не печать. Ну, в смысле, что она очень большая. Она похожа на печать, она круглая. Но это транспортное средство. Туда в нее внутрь можно войти. То есть она настолько большая, что туда внутрь ты можешь войти. А дальше тебя уже теряется пространство-время, да. И это транспортное средство, которым нужно управлять мысленно. То есть никаких кнопочек там не будет. Там надо доказать. Вот если ты заходишь в черную печать и потом убеждаешь эту черную печать отправить тебя в эту крепость разума, да, то ты можешь считать, что ты туда сдал вступительный экзамен. То есть если ты туда добрался, ты можешь там учиться. Не добрался, но не добрался. Тогда не будем учиться до следующего раза. Вот. Значит, в этой черной печати можно также найти какую-то одежду, которая тебе может пригодиться, какие-то приборы. Все это можно взять с собой уже в академии. Черная печать остается потом в лесу, в этой долине мысли и ждет, когда хозяин черной печати вернется. Вот. Ну, если человека исключают из этой академии, черную печать его разрушает. То есть он больше не сможет попасть в это место. Вот в чем суть черной печати, да, в названии. Дальше. Значит, у нас Джена сначала разговаривает с мадам Крикин. Мадам Крикин ему немного рассказывает об этой академии и о его родителях. И говорит, что ты попадаешь в эту академию. И ты должен, во-первых, ты делаешь вид, что ты меня вообще не знаешь, во-первых, да. Во-вторых, ты должен выяснить, где твои родители. Каким образом, как всегда, да, сам узнаешь. Он туда, он справляется с черной печатью, он попадает в эту академию. Вот. Значит, его размещают в комнату, и он начинает знакомиться с разными предметами, которые его ждут. При этом он туда попадает, не зная кодекса правил, что ему немножко мешает. Ну, мадам Крикин могла бы и ознакомить его с кодексом, наверное. Ну, вот, например, одно из удивительных вещей – это меню на ужин с запиской. С этой пищи для вас, антеев, младшекурсников первого, второго и третьего уровней, начинается новый цикл интерканта. Интерканта, я бы сказала, что это просто обучение и экзамен. В начале каждого периода обучения составляется особое меню, все блюда которого начинаются с определенной буквы алфавита. Попросите родителей приготовить ужин, чтобы на одну букву все блюда были. Интересно, что скажут. Это подробно объясняется в правиле ВК АМ фунт 12А. Сейчас настал черед буквы «С», что значит «сила». Сила разума. Не забудь, что в 21.30 тебя ждет сумму «сапиенс», то есть учитель. До свидания. Значит, ужин 21 декабря. Честование буквы «С». Сельдерей руссилианский. Сыр этический. Этика, да, наука о поведении. Салат кавкианс. Кавка – это один из философов, да. Сладкости с эмпирическим кремом. Эмпирический. Это то, что можно исследовать эмпирическим путем. Это значит то, что можно исследовать материально, да, то есть потрогав эту вещь. Не в уме, да, не мысленно, а именно практически, да, что-то передвинув, перелить куда-то там и так далее. Это эмпирический. Начнете читать книгу, узнаете много интересных слов. Я не знаю только смысла, как бы, чтобы так много всего раскапывать. Но вот меню почти все слова русские, но все непонятные, да, почти получается. Вот. Ну и там есть еще ряд предметов волшебных, которые сопровождают обучение. Мы с вами по этим предметам тоже посмотрим. Значит, Джена появляется в этой школе вместе с девочкой. Девочка из Финляндии, что интересно, прибывает. И девочка слепая. Она не видит ничего, но зато очень хорошо все ощущает вот с теми другими. С средствами, то есть слышит, голос понимает, все интонации, да. То есть она очень хорошо ориентируется во всем на ощупь, нужно сказать. И как-то так получается, что они сразу подружились. Но опять же, там есть люди, с которыми им удается подружиться, а есть дети, с которыми, в общем-то, дружить они не будут. Все очень сложно, достаточно, ну, сложнее, я бы сказала, чем в «Гарри Поттере» отношение получается. Значит, какие основные правила у нас? Первое самое правило – не раскрывать тайны существования Аркса Мэндиса. Так, совпадает это правило с Хогвартсом? Можно раскрывать тайну существования Хогвартса? И кому можно, а кому нельзя, кто помнит? Ну, нельзя раскрывать ее маглам. Хорошо, что делать тогда с теми маглами, которые родственники? Допустим, у Гермиона родители маглами. Они же знают, куда ее отправили? Это я не знаю. Ну, я так понимаю, что получается, что можно маглам, кто родственники, да, там, которые отвечают за этих детей, и они в итоге в курсе всего, да, но тоже не разглашают дальше. То есть все-таки это должно держаться в тайне. Здесь тоже должно держаться в тайне, тем не менее родственники все в курсе, да. Второе правило – не использовать магипсию. Ну, это магипсия – это как магия, да, только основанная на психологии и философии еще ко всему. Не использовать эту магию, чтобы причинять боль. Мне кажется, ну, вот я пока читала книгу, вот вы будете читать, проверьте. Мне так кажется, что самый главный нарушает это правило направо и налево просто. То ли он не подсуден, я не знаю уж, как это, то ли он это делает слишком тайно и втиху, и никто не в курсе. Не искать секретные места Аркса Ментиса. Это, конечно, придумал, опять же, главный вот этот вот директор этой крепости, потому что ему это, ну, ему это не нужно. Он боится, что кто-то из учеников докопается до его дел в тайне. Четвертое правило – не препятствовать решениям суммуса сапиенсом, верховного мудреца. Удобное правило. Очень хорошо. Ты руководишь, ты прав, да? Все остальные, в общем-то, всех остальных ты можешь критиковать. Ну, и какие у нас предметы есть, да? Ну, это, конечно, не иллюстрация из книги, но мне кажется, что похоже должно выглядеть примерно. Есть строгие часы. Со строгими часами встречаются Джена и его подруга, они встречаются с самого начала. То есть они выходят из черной печати, а дальше в крепость входят только через эти часы. То есть такая часовая башня. Часы, которые находятся за воротами на входе в Арк Ментис. Фокус ума, да, или крепость разума. Они отмечают день и время прихода и ухода антеев и псиофов. То есть младших курсников и старших курсников. Через что заходят учителя, не знаю, в итоге, да? Видимо, не через это место как-то. Чтобы привести строгие часы в действие, нужно подтянуть шнурок, висящий на ворота. Когда ходит псиоф, старшекурсник, слышится пение тенора. Когда прибывает псиофа, девушка, старшекурсница, поет сопрано. А для антеев, младших курсников, звучит детский хор. Ходит по одному. Приход или уход, не отмеченный строгими часами, приводит к временному исключению из крепости. Ни один анте не может уйти до окончания семестра экзамена, до испытаний. Так, ну что, Марина, тенор или сопрано? Кто выше по голосу? Сопрано. То есть, ну, это ладно, это они не переводили, потому что терминология музыки вся на итальянском. Всякие латинские слова, конечно, ну, как-то не стоило, наверное, оставлять. Вот еще одно чудесное прям слово. Пьян-сирена. Из чего оно состоит? Фортепьяно. Значит, форто громко, пьяно тихо. Значит, вот это тихо взято пьян, да, и сирена, ну, звук, да, ну, громкость сирена, да. И в итоге получается, что это орган. Что такое орган, знаете? Что за инструмент? Знакомо? Ну, он часто в 40 век встречается. Ну, да. Там у него воздух, трубы, да, очень много труб таких высоких. И вот он через эти трубы звучит, да. Древнейший величественный орган, который находится в этой крепости с самого основания, да, 1555 года, он контролирует и приводит в действие строгие часы. Про строгие часы мы уже поговорили, да. Гулкий удар. Это что-то типа оповещения системы просто. И соуса-свист. Соуса-свист – это тоже оповещение, просто такое, более обычно. Только врачу, сапиенсу, можно заниматься его эксплуатацией, то есть пользоваться им, да, и ремонтировать его. Вот. Никто другой не может приближаться к этому инструменту без разрешения. Испортивший или расстроивший пьян сирена моментально исключается. На самом деле, это такой какой-то волшебный предмет, который регулирует очень многое в этой крепости, поэтому к нему не дают приближаться, боятся, что его испортят. Что же вы думаете? В первой же книге они его таки портят. Получается такая история. Там Джена и его подружка, они начинают противостоять другой компании учеников. Эта компания учеников решает их подставить, девочку эту слепую подставить. Подсовывают ей, ну, вроде как по-доброму, подсовывают ей конфетку, а вместо конфетки у нее оказывается в руках порошок. Ну, то есть там фантик разворачиваешь, да, из нее вместо конфетки ссыпается какой-то порошок ей на руке. Вот. И в это же время выясняется, что пьян сирена испорчена. Пьян сирена портит. Выясняется, что испорчено. Пьян сирена, который портит инструменты, вообще портит все. Вот. А так как руки в этом порошке только у этой девочки, да, ее начинают подозревать. Но мы говорили, что у нас есть кафедра, где определяют, кто лжет, а кто говорит правду. Значит, всех, кто был в этот момент в зале, отправляют на проверку. Правда или неправда? Не знаю, на что уж рассчитывала эта девочка, но... Правда. Но тут выясняется, да, что слепая девочка у нас не виновата. А виновата вот другая девочка. И она, да, ее исключают, но ее исключают как-то не навсегда, а на год, по-моему. То есть она должна отправиться домой, и в течение года в школе она появляться не будет. Ну, как бы глупо, да, было рассчитывать, что не найдут, кто виноват. Вот. Но хотя могло бы быть, конечно, и такое. Вот. Ну, вот такие вот отношения в школе интересные, да. Есть еще у них в школе, допустим, вот такая парасфера. Парасфера – очень интересный приборчик. Я бы сказала, автор там очень интересно придумывает всякие приспособления, да. Парасфера – это такой деревянный шар с рычажком. Она может передавать записки, какие-то послания, смс-ки, да, по телефону. Когда внутри этой парасферы есть письмо, она играет как музыкальная шкатулка и катится по коридорам и комнатам, пока не приводит к адресату или в его комнату. Чужие парасферы воровать запрещено. Да, в качестве наказания конфискуется твоя парасфера и запрещается использовать телемпию, то есть телепатию, в принципе, передачи. мысли в течение недели. То есть, ну, сообщений, в принципе, не получаешь и не отправляешь. Что у нас вместо парасферы было в «Гарри Поттере»? Кто там сообщения носил на «Гарри Поттере»? Сова. Сова, да. Я не знаю, что там удобнее, да. Просто интересно, сколько у них там звуков было по коридору, если там все время эти катались по расферу с музыкальными шкатулками такими. Ну, так вот просто представить, да, к вам такой шарик летит, да, прискакивает такой шарик с сообщениями. Ну, интересная идея, конечно, но... Не знаю. Чисто... Мне словы понравились больше, пожалуй, что. Волшебные существа есть. Ну, вы знаете, волшебные существа, ну, вот поскольку, поскольку, да. В «Гарри Поттере» там тоже много волшебных существ. Здесь волшебные существа, которые, по-моему, имеют свои собственные названия в мифологиях, но здесь названы немножко по-другому. Значит, ипповолы. Иппа – это лошадь, да, ипподром, вот сравните, да, слова. Иппа – красивое, конечно, слово получилось, да. Волшебные крылатые кони чёрного цвета. Обычно 20 таких коней находятся в конюшне, но они очень чувствительные, очень такие тонкие нервные организации, требуют особого ухода. То есть крылатые кони у нас есть, да. Дальше. Суб-кандель. Тоже очень интересное название, да. Суб – это под, ниже, да. Огромные белоснежные лебеди, которые могут плавать под водой и часами обходиться без воздуха. Некоторые на них катаются и под водой там находятся, я только не знаю, как там люди, да, без воздуха находятся. Это тоже нежные существа. У них мягкие чувствительные перья. Тот, кто погружается на них верхом глубины Кривозера, тот получает счастье и спокойствие. Кормить магических животных строго запрещено. У них свое питание, да, у них своя диета. Вот. На самом деле Кривозера тоже интересное название, да. Пока еще не раскрыто в этой книге. Первый. Почему оно кривое? От чего, да, зависит это название. Ну, в Гарри Поттере побольше, да, всяких магических существ. И, в общем-то, они больше, кстати, роли играют, потому что здесь, ну, есть и есть, как бы, да. Вот, смотрите, тут мадам Крикен, да. Она, кстати, вот эта мадам Крикен пребывает вместе с котом. У них кот. Кот очень такой себе на уме. Умный, загадочный. Ну, без котиков вообще, по-моему, не обходится ни одна магическая книга в последнее время, да. Значит, Джена отправляется у нас в эту школу. Это называется первый период обучения и испытаний, да, это интерканта. Первое мысленное путешествие отправляются в черной печати, когда уже учатся, да. С собой нельзя брать ни книги, ни какие-то предметы, да. Нужно найти общий язык с этой черной печатью. Нельзя вступать в контакты, я не знаю только, каким образом это предполагалось, эти контакты, из черной печати, с другими антемиями или псиофами. Иначе исключают, опять же, из этой крепости на 20 клан. Вот. И любому магическому, психическому существу противостоять или справляться с любой магической ситуацией, которая возникает, 8 дней они в этой черной печати путешествуют, да, за это время, значит, справляться можно самостоятельно и с помощью мысли. Интересно, что черная печать может забросить куда угодно. То есть эти 8 дней тот, кто находится в черной печати, он попадает в совершенно неожиданные места. Эти места могут быть связаны как-то с ним, да, либо эти места могут быть, ну, совершенно непонятные. И нужно понять это место, нужно с ним справиться, нужно из него выбраться в конце концов, потому что, например, Джена в одной части попадает в этой черной печати в абсолютную темноту. И он еще думает, что вот подружке моей было бы проще, потому что она, ну, всегда привыкла ориентироваться в темноте, она не видит. И она привыкла воспринимать по-другому мир, да, его ощущать. А Джена больше на глаза полагался, да, ему было очень сложно, например. Вот. Ну, это уже можно там прочитать, что там было с ним, да, еще... Так, сейчас я еще хотела... У него в... Да, Максимилиана, что-то хотела спросить. А когда мы закончим? Мы закончим через 10 минут где-то, да? И было. Ага. Значит, в самом том городке, где Джена жил до этого времени, да, у него тоже были ребята, с которыми он не очень дружил, которые над ним смеялись, да, но был один мальчик, который с ним дружил. И вот когда Джена возвращается после первого обучения, после первого срока обучения, домой этот мальчик с ним вместе идет с его дядюшкой. Они идут в ту аптеку, которая принадлежала родителям Джена. Они туда заходят, и там они находят тайник. И интересно, что вот уже, ну, вроде бы, как вот-вот-вот-вот они найдут вот этот вот рецепт того лекарства. То есть там записи, там очень странные записи. Там записи, вроде бы, сделаны отцом Джена, но эти записи, дата этих рукописей, которые они находят, в 16 век. То есть откуда отец Джена мог быть в 16 веке? Дядюшка утверждает, что это им почерк его отца и все прочее. Это раз, загадка, на которой заканчивается первая книга. Вторая загадка. Вроде бы, они как уже вот-вот-вот найдут рецепт, вот тот самый рецепт, за которым охотятся высшее руководство школы, из-за которого похитили родителей, но они проходят мимо. Вот мы понимаем, что вроде как должен быть там сейчас рецепт, но они не проверяют тайник полностью. Что-то их отвлекает. Вот. То есть это то, к чему мы пойдем, да, после первой книги, во-первых. Во-вторых, еще один интересный там момент будет. От Джена оставались фотографии. Фотографии его родителей, а фотографии отца. Фотография отца была немножечко, там есть подсказочки некоторые, да. Фотография отца обрезана и ощущение такое, что отец кого-то держит за руку. Как вы думаете, кого мог отец держать за руку на этой фотографии? И какая еще тайна Джена ждет, кроме родителей, которых он ищет? Ну вот кого? Варианты, да? Котика-собачку. Нет? Ну, козика может быть. За руку. Ну, знаете, у меня сразу почему-то появилось ощущение, что это... Вот, да, Полина, правильно. Что это либо брат, либо сестра Джена, о которых он не знал просто. Но дело в том, что когда он отправляется в школу, в эту академию, и ему даже вот эта мадам, она говорит, тебе нужно пообщаться и наладить контакт с одним мальчиком в школе. Этот мальчик ни с кем не общается почти, он очень странный, себе на уме такой мальчик. Вот, но тебе очень важно с ним пообщаться. то есть она знает что-то, да, это мадам Крикин. Больше никто ничего об этом не знает. и когда Джена наконец добирается до этого мальчика, мальчика зовут Рене. Оказывается, что вокруг мальчика еще больше загадок, чем это предполагалось. Так вот, получается так, что Рене его брат как раз, да, то есть он первым находит брата, но контакта не получается, то есть полного контакта не получается. Что происходит с братом, он не знает, и где его родители, он еще пока не знает. То есть первая книга заканчивается тем, что нам надо выяснять в итоге все, то, что то есть загадок становится чуть ли не больше, да, к концу первой книги. Вот. Так, ну и давайте немножечко еще вот кто у нас персонажа, да, и закончим. Значит, главный герой книги Джена, Рене брат Джена, а дядюшка Джена это Флебо, очень милый, безобидный доктор, и у него даже имя об этом говорит, да. Мадам Крикен, мы с вами поговорили, кто это, которая приезжает к Джену. Самый главный злодей наш Ятто фон Сантор. Дальше, значит, экономка нашей школы магической. Баттерфляй О'Коннор. Баттерфляй это у нас бабочка, да? Бабочка О'Коннор. Ранее Махаддина имя немножечко, может, индийское, мне кажется, да, помощница мадам Крикен. Стас Бендатов, доктор Аркса Ментиса, русский доктор. Там это прописано четко, абсолютно, но очень хороший доктор, кстати. Набир Камбиль, тибетский учитель, мудрец крепости из Тибета, то есть такой интернационал, да? Пьер Астер, Венти и Карина, молекула, родители Джена, молекула, да, красивая фамилия, Суоми, Дороте и Ольекко, это та самая девочка, значит, Суоми, это та самая девочка из Финляндии, которая слепая, которая дружит с Шена, и у нее есть еще ну и родная сестра Дороте. Ну и Дафна Аграджан, учитель из Армении, вернее не учитель, это старшекусница из Армении. Вот сразу, да, по именам видите, какие-то имена говорящие, какие-то имена подчеркивают, что из разных стран, да, там люди в этой академии. Вот, я думаю, теперь вы в принципе разберетесь если начнете читать эту книжку, я думаю, уже разберетесь в этой терминологии, да, что к чему, будет легче просто читать. На самом деле книга интересная, но сложно просто именно вот с этими словами было. И еще один пунктик, да, что мы к следующему разу о чем будем говорить, вот там, если можно, постарайтесь что-то прочитать или послушать. Сильвана де Мари вам написать в этом чате нет или вот давайте напишу Сильвана де Мари последний эльф. Очень хорошо написанная книга. Вот, это будет у нас с вами на следующий раз. У нее есть еще две книги, но те сложнее уже доставать. Это первая последняя эльф, потом последний орк и последний дракон. У нее три книги. Все последние. на сегодня все. Все, что могла рассказала вам. Заканчиваем тогда, да? Хорошо, спасибо. До свидания. Спасибо за урок. Дэд.